Маленькие гости фермы приводят в восторг увиденное. Неудивительно, обитатели северных краев Подмосковья – это диковина. Даже в московском зоопарке нет таких особей, потому как не могут они жить в неволе. А здесь, в Анциферово, им настолько вольготно, что в этом году родился уже четвертый олененок. Видишь какой? Не страстный тебе? Нет. Животные настолько привыкли к фотосъемкам, что, завидев фотографирующихся, сами подходят, чтобы попозировать. Олени из Анциферова не раз снимались в рекламах со звездами. Не уступают старшим товарищам и другие поселенцы фермы. На ферме есть птичий двор. Можно прокатиться на пони, лошадях и даже осле. Всех животных можно покормить, и от такой процедуры больше всего в восторге бараны. Для малышей есть мини-футбольное поле, детские площадки. Устраивают мастер-классы по изготовлению народных оберегов и украшений из керамики. У нас недалеко дать в Шадуре. А, и мимо как-то проезжали? Как-то вот сюда проезжали. Дети в восторге. Для взрослых есть рыбалка, мангальные зоны, беседки. Для тех, кто хочет узнать больше, работает Музей народов Крайнего Севера. Здесь отличная атмосфера. Я думаю, что она связана еще с тем, что Александр Сергеевич относится к этому хозяйству не как к бизнесу, а как к своему дому. Я хочу, пользуясь случаем, пригласить всех жителей нашего Подмосковья, замечательного, любимого Подмосковья, пригласить к нам в гости, в наш Орехово-Зуевский городской округ, на Оленью ферму, и также пригласить жителей всей нашей страны. Хотя, на самом деле, сюда я знаю, что приезжают уже и иностранцы, тоже прознали про это место, и с большим удовольствием приезжают, а самое главное, еще и возвращаются. Если зимой на Оленью ферму можно попасть только по записи, то сейчас, летом, вход сюда открыт для посещения. Ферма работает в режиме парковой зоны. А если эпидемиологическая ситуация позволит, то в начале августа здесь пройдет традиционный фестиваль, посвященный Дню Оленя.